сегодня у нас есть еще один повод поговорить про тактические полуавтоматические ружья то есть ружья которые в качестве питания используют отъемный коробчатый магазин это так называемый open класс или открытый класс в прикладной практической стрельбе поводом для этого есть презентация компании ibis новых ружей которые называются typhoon f12 презентация была буквально недавно на предыдущей выставке оружие безопасность и естественно к этим ружьям есть очень большой интерес потенциальных покупателей и самый большой интерес состоит в том что эти ружья имеют новую компоновку ну вот если мы посмотрим на типичные фотографии этого самого ружья как это сделать вот тогда то мы увидим принципиальное отличие от прежних вариантов компоновки состоит в том что такое ружье максимально по эргономике приближена к системе r15 за счет чего за счет того что здесь газоотводный двигатель выполнен не под стволом не над стволом а непосредственно на стволе что это значит это значит что газовый поршень возвратная пружина вот если мы обратим внимание сюда она двигается непосредственно на канале ствола что этим достигается достигается более тонкий профиль цевья меньшая масса и соответственно эргономика приближе приближенная к системе r15 ну здорово отлично супер молодцы сделали завезли ну и ко всему прочему они еще есть и в ассортименте ну во первых они есть в трех вариантах цвета соответственно олива или зеленый да соответственно там песок или кают или хаки песок написано производителя ну и соответственно черный есть выбор супер отлично кроме всего прочего есть вариант комплектации с дтк как я вот показал и есть более дешевая версия я установлена в качестве дульного устройства не дтк ну наверное устройство которое дтк давайте посмотрим поближе на фотографии вот так вот выглядит это ружье очень интересная приемная шахта магазина интересные пропилы под ортопедические характеристики стрелка возможность установки дополнительных устройств приклад затворная группа ну собственно говоря та версия которая комплектуется имитатором дтк или не имитатором не знаю ну по крайней мере дешевле такому пластиковом кейсе ну здорово сделано неплохо выглядит на сегодняшний день реальных тестов обзоров на это ружье я не видел неудивительно ружье новое песочном цвете вот давайте на дтк это взглянем если нам производитель вернее продавец предложит фотографию есть да есть вот так вот выглядит дтк фиксируется дополнительной винтиками ну как кто-то сказал где-то в комментариях было написано неплохо было бы сравнить эту систему с сайгой на что тарас аксанюк который владелец группы свидетели глок ответил резонно чужого сравнивать это ружье сайгой если то же самое что сравнивать арб систему сака но это не совсем верно и не совсем верно в том смысле что сайга это действительно автомат калашников который приспособлен для стрельбы в том числе гладкоствольными патронами а это ружье например тайфун это совсем не rr система то есть от our системы здесь общая общая компоновка и немножко очень сильно правда похожие органы управления и не более тугу по работе автоматики по подаче патрона по работе газового двигателя от our системы подобное ружье сравнивать сайгой я считаю просто нету смысла в этом на вызов рынка компания ствол ответила ну вернее как ответила не раньше презентовали это ружье торговая марки target новая модель называется vm 14 и она построена по такой же условно назовем новой архитектуре когда газовая система находится непосредственно на стволе то есть опять-таки тонкий профиль цевья и эргономика приближенная кар 15 вот здесь если мы внимательно посмотрим в то в прорезь в окошке цевья мы увидим возвратную пружину которая находится непосредственно на стволе ну здорово конкуренция это всегда сбуд здорово это всегда возможность выбора нам с вами потребителям и если есть возможность да мы вот можем сравнить два этих ружья предложение инновационное условно предложение от компании ивис ружье typhoon f12 и ружье от компании ствол vm 14 торговой марки target мы видим что они вот уже как-то даже эргономически эстетически и компоновочно очень близки друг с другом так здесь у нас предлагается несколько фотографий для того чтобы мы с вами могли оценить это самое ружье ну неплохо неплохо меня если честно радует вот это вот новая архитектура действительно приближенная кар 15 легче по всей видимости но опять-таки это ружье тоже я не видел каких-то независимых тестов но по предварительным отзывом вроде лучше так неплохо тоже в кейсике поставляется и компания ствол алексей шлепацкий непосредственно вот уже сняли какое-то превьюшное видео на это ружье итак готовимся заряжаем пулю и начинаем тестировать итак переходим к стрельбе пуля ира что у нас за пули заряжены час у меня у нас здорово здорово почему бы нет как которого стоит воздержаться я честно права слова не знаю это покажет время но оба ружья выглядят ну весьма достойным было бы еще неплохо чтобы они служили очень приличненько что мне не понравилось в этих ружьях частности в ружье тайфун f12 ну думаю тоже проблема будет в м14 состоит в том чтобы если для того чтобы разобрать ружье полностью разобрать здесь необходимо каждый раз отвинчивать ствол от верхней части ствольной коробки от условно апера и вот эта процедура когда стальная гайка вращается но баралната до вращается по алюминию цевья для меня это кажется не очень хорошим но тем не менее такая вот конструктивная особенность этого ружья если такая особенность в м14 я не знаю но вполне возможно вот из фотографии видно что затворная группа здесь разбирается без съема ствола не знаю надо смотреть изучать вопрос вот если это так то тайфу вернее предложение от компании ствол в м14 мне кажется более рациональным ну и третий игрок на рынке это сафари латек они по-прежнему предлагают нам оружие с и 12 которая выполнена еще по то что называется старой архитектуре там где газовый двигатель находится под стволом ну и я не знаю чем они хотят сайт работает так себе да я не знаю чем они собираются брать потенциального потребителя потому что по конструктиву это ружье ну наверное явно проигрывает вот вот этим новым разработкам ну и кроме того давайте по цене сафари старая архитектура 22000 тайфун с дтк 22000 с небольшим и предложение от компании ствол 18 с половиной то есть на сегодняшний день это мало то что прогрессивное предложение одно еще и за самые скромные деньги да здесь нету дтк здесь имитация но тем не менее вот такой у нас сегодня небольшой обзорчик я вас очень попрошу в комментариях напишите какие бы такие вот настольные обзоры магазинные обзоры вы хотели бы увидеть может быть какой-то эксурс какие-то конкретные модели какой-то категорию или сегмент оружия хотели бы сравнить мне было бы это тоже интересно и в ближайшее время по возможности сделать и Субтитры подогнал «Симон»